В эфире программа «Кто есть кто в русскоязычной Калифорнии» в студии ведущий Алекс Дурмашкин. У нас сегодня в гостях Евгений Баранов. Здравствуйте, Евгений. Добрый день, Алекс. Евгений Баранов, владелец туристической компании Golden Star Tour. Родился в Нижнем Новгороде в 1947 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Основной стаж работы преподаватель экономического университета. США 1995 года. Основной бизнес – туризм. Основное хобби – туризм. Женат – двое детей. Вы относитесь к категории людей, для которых переезд в Соединенные Штаты совпал с изменением профессиональной деятельности. Расскажите, пожалуйста, как прошел у вас этот переход? Сложно, но интересно. Начинал я трудовую деятельность, как и все. Развозил пиццу, продавал сосиски. А потом искал себя и нашел. Уже 12 лет занимаюсь туристическим бизнесом. Думаю, что наша компания преуспела за это время. Мы вышли на высокие рубежи. И нас достаточно хорошо знает не только русскоязычная община, но и за рубежом. Украина, Прибалтика, Россия, Казахстан, Азербайджан. Многие страны. В вашей прошлой жизни вы занимали для Советского Союза, ну, достаточно, скажем, выше среднего положения. Были доцентом, преподавателем, да? Да, я преподавал более 30 лет в институте экономическом. Был и проректором, и деканом, и завкафедрой, кандидат наук. Написал докторскую, не успел защититься. Начался распад Советского Союза. Но я думаю, что здесь я себя нашел. И совершенно не жалею, что я не стал доктором там, а стал президентом туристической компании здесь. Ваша компания называется Golden Star Tour. Правильно, да? Правильно. И какие, в общем, особенности, ведь в Соединенных Штатах и в Лос-Анджелесе даже очень много туристических компаний. Какие особенности компании Golden Tour? Ну, работаем мы по максимуму профессионально. Стараемся делать все больше всех и лучше всех. Цены держим средние. У нас есть и индивидуальные туры, групповые, и VIP-сервис. И пенсионеров не забываем. У нас создан клуб Golden Star Tour, куда входит более 700 человек. И периодически мы делаем со скидкой в 50% программы, туры с отдыхом, без отдыха, на 1, 2, 3 дня и более. Ну, а сейчас мы в основном работаем с зарубежными туристическими компаниями. Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан. Принимаем группы. А в хорошее время принимаем даже по 3 группы, по 150-160 человек. И люди едут, потому что нравятся программы и нравится цена. Как вы относитесь к партнерам или конкурентам по бизнесу? Ведь, как я уже говорил, туристических компаний много и в штате Калифорнии, и даже в Лос-Анджелесе одно. Что касается партнеров, у нас их много. И здесь, в Калифорнии, и в Нью-Йорке есть, и в Майами есть, и в Сан-Франциско есть. Особенно много за рубежом. Главная гора – это Москва и Киев. И мы с партнерами на очень хороших отношениях, я бы сказал, и делаем совместный бизнес. Ну, что касается конкурентов, я бы сказал, что у нас, наверное, здесь нет конкурентов. Потому что то, что и как делаем мы, другие не делают. У нас компания, которая превысила по объему миллион долларов. У нас офис в центре города, у нас собственный транспорт лицензированный. У нас есть TCP-намбор – это право на перевозку пассажиров. У нас есть коммершал иншуранс до миллиона долларов. Наши водители, экскурсоводы, работают и в костюме, и в галстуке. А те, кто занимается сбоку частным извозом, это не конкуренты. Скажите, пожалуйста, как работает Ваша ассоциация членов русскоязычного туризма? Какие преимущества для членов ассоциации, для клиентов? Наша ассоциация была создана три года назад. Это было семь энтузиастов. Через два года у нас уже было 20 шледов ассоциации русскоязычного туризма. Сегодня уже 31. И общая цель, общая задача, в общем-то, наверное, это просто понять. Вместе легче выживать в условиях кризиса. У нас есть организации, которые занимаются транспортным сервисом. Есть экскурсоводы, есть переводчики. Мы связаны с отельной базой. Мы связаны с авиабилетами, круизами. И у нас есть общий банк данных. И когда поступают заявки, мы распределяем. Кто-то специализируется на Сан-Франциско, кто-то больше любит Сан-Диего, кому-то нравится Лас-Вегас, кто-то любит ездить на 11 дней путешествия, а кто-то занимается транспортным сервисом, аэропорт, отель. И каждому находится работа. Мы все делаем совместно. А вот в заключении вопрос, какие новинки, какие вы предложите своим клиентам в ближайшем году, в ближайшие годы, какие планы у вас на будущее? Я хочу сказать, что мы в основном старались сделать туры насыщенные и тяжелые для людей. Я понял, что люди хотят не просто ездить, путешествовать и смотреть, и бегать голопом по Европам. Они хотят еще красивые туры с отдыхом. И мы сейчас берем курс на то, чтобы первую половину дня занять людей зрелищами, а вторую половину накормить хлебом, дать возможность отдохнуть под красивой пальмой у бассейна, на берегу моря, на песочке, чтобы это запоминалось, и люди хотели ехать с нами, не только смотреть, но отдыхать и развлекаться. И у нас такие маршруты разрабатываются. Но и один из новых маршрутов, который мы хотим выставить на рынок, мы его назвали «Страна Эльдорадо». Это самые лучшие достопримечательности Юго-Запада Америки, которые есть только в Америке. Например, это перевал Тиная в горах Сьерра-Невада, это озеро Мона, которому около миллиона лет, это рощи Секвой, которые растут только в Калифорнии, и многие другие места только в Калифорнии. Этот тур у нас будет особенно специфический, мы его сделаем тоже с отдыхом, 12, максимум 14 дней, и будем приглашать не только гостей за рубежа, но и предлагать нашим туристам, членам нашего клуба, со скидкой, которые поедут с нами, и посмотрят, и отдохнут, и развлекутся, и повеселятся. Спасибо, выглядит, я абсолютно согласен с этой концепцией. Спасибо, Евгений, за то, что согласились встретиться с нами. Уважаемые телезрители, сегодня мы рассказали о Евгении Паранове, президенте компании «Голден Стар Тур». И спасибо вам за внимание, до новых встреч. Продолжение следует...